Уважаемые коллеги, дорогие друзья, очень приятно приветствовать вас сегодня в этом теплом зрительном зале. И я бы хотела сегодня поговорить с вами о математике. И существует, бытует такое мнение, что математика — это очень наука, это довольно скучный, сухой предмет. Но, как мы могли убедиться, наши блестящие коллеги, которые выступали до меня, показали, насколько разнообразны могут быть педагоги в своих предметах и как замечательно, увлекательно и интересно мы можем подавать материалы нашим детям, независимо от того, в какой предметной области мы работаем. И сегодня я бы хотела попробовать показать вам, что и математика может быть наукой, которая хранит и готова показать нашим ребятам огромное количество красоты, которая может быть интересной, таинственной, возможно, и творческой. А для начала я бы хотела, дорогие друзья, попросить вас выбрать из всего многообразия прямоугольников, который вы видите на экране, самый красивый. Пожалуйста, выберите, может быть, у вас есть, кто-то готов озвучить, какой прямоугольник, на ваш взгляд, самый прекрасный. Пожалуйста. Это третий ряд снизу, четвертый справа. Третий ряд снизу, четвертый справа. Хорошо, такой продолговатый. Да, хорошо. Да, хорошо. Может быть, еще у кого-то появился? Верхний правый. Верхний правый. Вам тоже, да, понравилось? Да. Да, все замечательно. Ну, вы знаете, как ни странно, но на этот вопрос есть правильный ответ. Дело в том, что самый прекрасный, самый восхитительный прямоугольник... Шляпа Бакалавра. Да, это вот тот, который обозначен и выделен на экране. И почему же он такой прекрасный? Не все из нас его распознали. Ну, давайте сравним его. Дело в том, что это... Оценим его. Дело в том, что это тот прямоугольник, стороны которого соответствуют так называемому золотому сечению, числу фи, которое представлено на экране. Вот такое небольшое число. Это то число, которое является отношением к сторонам данного прямоугольника. Но чтобы убедиться, что этот прямоугольник действительно самый восхитительный из всех, которые, я уверена, вы видели в жизни, давайте сравним. Вот этот просто отвратительный. Посмотрите слева. Он, мне кажется, это тот прямоугольник, который соответствует параметрам бумаги формата А4. Поэтому мы его сразу отвергаем. Это не то, что нам нужно... Вот есть еще один конкурент. Может быть, это прямоугольник, у которого формат 9 на 16. Похоже на привычные для нас фотоснимки, о которых сегодня уже говорили. Но все-таки нет, красавчик нам был известен. И в чем же загадка, в чем же интерес этого так называемого числа фи, о котором математики... Которым математики увлечены уже на протяжении огромного количества лет. Многие люди, занимающиеся математикой, считают, что это какое-то таинственное, божественное число, которое готово открыть стайны мироздания. И, естественно, выдвигая такую гипотезу, люди искали доказательства своим предположением. Знаменитый американский астронавт Карл Сейган говорил... То есть, если мы даем какое-то сильное предположение, мы должны постараться найти для него сильную аргументацию. Давайте попробуем это сделать. Посмотрите, пожалуйста, может быть, есть коллеги, что представлено на экране? Что из себя представляет число, которое изображено? Дробь, да? Совершенно верно, это дробь. Это 3,75, это 3,4, это обыкновенная дробь, лестничная дробь. И любое... Может быть, кто-то из математиков подскажет определение, что такое дробь. Какое число можно называться дробью? Это отношение. Да, совершенно верно. Спасибо большое. Дробь — это отношение, чисел м на м, где второе, натуральное. И древние математики знали это определение, но они, греческие математики, никак не могли найти, какая же дробь будет отображать, например, диагональ квадрата со стороной 1. То есть, они никак не могли найти такое число, которое можно было бы записать в виде дроби. И то число, которое бы являлось диагональю квадрата со стороной 1. Но древние греки были очень скромными людьми, они считали, что ясно ничего-то не могут найти. Это означает, что они недостаточно еще умны, продвинуты. И пытались все вновь и вновь найти ответ на свой вопрос. Но дело в том, что это иррациональное число, такое, каким и является число φ. Что же из себя представляет число φ? Я не знаю, есть ли среди нас знатоки портретов. Кто изображен на экране? Леонардо да Винчи? Нет, да Винчи, хорошее предположение, но нет, может быть, еще есть мысли. Архимед. Это Евклид, совершенно верно, спасибо большое. Это Евклид, тот самый обожаемый дитинь Евклид, который дарит ему уроки геометрии, начиная с 7 класса. Дети очень благодарны ему за его труд, за его творчество. И я всегда слышу очень много позитивных отзывов. Наверное, самый любимый будет научный деятель у многих детей. Так вот, Евклид посвятил свою жизнь изучению математики, геометрии в частности. И именно он сказал, что число φ, то самое, которое соответствует золотому сечению, это такая вягчина, которая равна, если мы возьмем отрезок, разделим его на две части, то золотое сечение это будет та пропорция, при которой длина всего отрезка к большей части будет равна отношению большей части к меньшей. И дело в том, что Евклид был, ну, прям фанат своего дела. Его книга «Начало», которая посвящена изучению проблем математики, долгое время была бестселлером и уступала разве что одной книге. Может быть, вы предположите, какая книга была первой перед началом Евклида? Есть мысли? Даже две, наверное. Какая, как вы думаете, самая популярная книга? Вчера же Библия, спасибо большое, совершенно верно, это Библия. На втором месте были труды Ленина, и вот на третьем скромненько расположился Евклид со своими началами. Так вот, я уже говорила о том, что древние греки, они считали, что если чего-то они не могут найти какую-то численную величину, это значит, что они еще недостаточно прокачали свой математический аппарат. При этом они не стремились дать численную характеристику числа фи или числа пи. Их вполне устраивало такое определение, что фи — это отношение длинных двух отрезков, им было этого достаточно. Так же, как им было достаточно этого понимания, что число пи — это отношение длины окружности к ее диаметру. И этого всем хватало. Но древние математики старались найти возможности построить всевозможные фигуры, в том числе их очень интересовала проблема построения правильного пятиугольника. Дело в том, что правильный квадрат, правильные треугольники они строить могли. И, конечно же, они искали ответы на свои вопросы. И находили его как раз-таки с помощью этого самого золотого сечения божественной пропорции. Перед нами на экране треугольники, у которых углы — это равнобедренный треугольник, у которого углы 36 и 72 градусов основания. Если мы отложим в этом треугольник еще один с такими же углами, то получим так называемую фигуру, которая называется Гноман. И после мы можем уже построить тот желанный для древних греков правильный пятиугольник. И при построении на стороне правильного пятиугольника еще нескольких треугольников мы получаем пентограмму. Древние греки очень увлекались этими вопросами, они искали ответы на свои загадки природы. И, конечно, когда находили, ставили перед собой новые цели. Посмотрите, пожалуйста, как вы думаете, что происходит? Какая-нибудь морфоза изображена на экране? Что происходит с прямоугольником? Это число треугольника. Это замечательно. Это будет число фигуру. Мы сначала строим прямоугольник, потом откладываем еще один равный его ширине. И таким образом, если мы проведем радиус равный ширине правильного пятиугольника, то у нас получается так называемая золотая спираль, которую, естественно, люди начинали видеть везде и в природе, в раковинах моллюсков, в соцветиях всевозможных растений. И понимали, что математика, она везде. И число фи проникает во все сферы жизни. Действительно, это число фи очень интересное. Если вы возведете его в квадрат, и если вы прибавите к нему единицу, то у вас получается одна и та же величина. Это очень всем нравится. Если вы разделите единицу на число фи, или вычтете из него единицу, у вас тоже получится одна и та же величина. И это такие трюки, которые довольно интересные. И детям тоже нравится находить такие интересные закономерности, связанные с математикой. Но сейчас мы немножко отдалимся от числа фи, и поговорим о Леонарде Пизанском, которого, может быть, кто-то знает, как его привыкли называть. Это вот коллега называет этот самый Фибоначи. Это человек, который подарил Европе арабские числа. Он понял, что с римскими числами работать не так удобно, и написал целый учебник, который даровал Европе. В этом учебнике он рассказывал правила работы с новой системой счисления, показывал, какие операции можно выполнять. И среди прочих в его трудах встречалась задачка про кроликов. Задачка описывала процесс развития семьи кроликов, когда кролики ежемесячно занимаются тем, что обычно занимаются кролики, и их популяция, соответственно, увеличивается. И увеличивается популяция кроликов согласно следующей последовательности. И, может, кто-то из коллег подскажет, что же за последовательность это, в чем ее запрономерность. Это прогрессия, арифметическая прогрессия. Точно верно, каждый у нас есть эксперт. Спасибо большое за ваше участие. И сумма двух предыдущих элементов последовательности дает нам последующий элемент. Но как же эта последовательность Кибоначчи связана с золотым сечением, о котором мы говорили? Дело в том, что с увеличением числа, чем больше чисел Кибоначчи мы выпишем, и будем находить отношение последующего числа к предыдущему, чем с большей точностью отношение это будет приближаться к числу ФИ. Но дело в том, что эту закономерность уже не сам Леонардо Писанский был. Это плоды трудов другого, очень молодого, Эргана Феклера. И таким образом люди полностью удостоверились в том, что число ФИ, золотое сечение, это то, что является каким-то сакральным элементом для красоты. Это то число, которое дарует нам гармонию. И, соответственно, мы стремимся найти эту гармонию, либо воссоздать ее своими руками. И потому очень многие художники, очень многие архитекторы, например, Жоржа Рай, изображена его картина, которая имеет форму правильного, золотого прямоугольника, точнее. И многие фигуры на этом полотне также являются нарисованными в соответствии с золотым сечением. Помимо этого, естественно, в природе тоже встречаются интересные закономерности. Здесь, наверное, нам помогут наши уважаемые биологи. Подскажите, пожалуйста, согласно какому закону растут листья у таких замечательных растений, как артишок или, может быть, капуста Романеско? Кто помажет? От факторов каких условиях они растут? Я имела в виду, а как расположение листьев образуется? Удеальные какие еще? Ой, да вы очень сложные слова говорите. Я думаю, что это будет наша отдельная лекция. Они, я так понимаю, как и рейдер. Да, растут таким образом, чтобы больше солнечного цвета получать. И эта спираль, по которой распилывают сегна подсолнечника, например, также соответствует числению фибоначчи. Если посмотреть на количество диагоналей, которые образуют подсолнечник, в одну сторону, либо в другую, это тоже будут числа фибоначчи. И, конечно, люди это стали замечать. И больше играется в том, что число фи, оно сакральное и очень важно. Но на самом деле число фи это вон та самая огромная величина, о которой я говорила. Это иррациональное число, которое нельзя даже весьма условно приближенно назвать, что это 1,06. И очень многие спирали, которые люди также встречают, они приближены к числу фибоначчи, но таковыми являются. И все же люди продолжали творить, ориентируясь на законы природы. Вы можете увидеть на экране известное здание музея Гугенхайма в Нью-Йорке, которое также построено в форме золотой спирали. Или, например, сверху, слева, здание штаба ООН, который тоже представляет собой три золотых прямоугольника. Или, например, проект школы, который является спиралью, основанной на закономерностях фибоначчи. Но на самом деле красота в математике, она может встречаться везде. Тут вопрос лишь в том, хотим ли мы ее найти. Казалось бы, число фибоначчи, число беда, очень здорово это все изучают. Но вот, пожалуйста, для вас совершенно простое, неприглядное число 383. Давайте попробуем найти у него какие-то загадки и попробуем развенчать им потом, что обычное число ничем не примечательно. Но для начала подскажите, пожалуйста, что интересного в числе 383? И к чему вот эта фраза, она не жена, но... Симметричное число. Это симметричное число. Так приятно, когда... Зеркальное число. Зеркальное, да, совершенно верно. Это зеркальное число, которое называется математика и полиндромов. И помимо этого, тоже я, наверное, попрошу помощи у филологов. Что за схему я постаралась? Романтическое предложение. Романтическое предложение, да. А что это такое? Это основное. Я так понимаю, что бывают другие члены предложения, да? Это главное. Это главное, значит, это предложение простым. Его можно назвать? Да. Да. Можно назвать его простым? Таким же, как и число 383. А кто из математиков или, может быть, других коллег подскажет? Спасибо большое. Да, это действительно простое число, которое делится только на себя и на единицу. И чем же оно для нас примечательно? Тем, что, например, это число, которое является суммой первых трех простых чисел. Да, тоже интересно. То есть, если мы хотим детей ухлечь и какую-то простую вещь преподнести для них с новой стороны, я думаю, что у них это обязательно найдет отклик. Помимо этого, это также число, которое является суммой двух чисел, одно из которых простое, другое обратное. Посмотрите, здесь лайн. К нему, если мы переставим число 241 и 142. Ну и есть, конечно, были древние греки, которые посвящались всю свою жизнь изучению математики, но сейчас у нас остаются энтузиасты, которым не жалко никаких ресурсов. Они, например, занимаются такой задачей, как нахождение все больших и больших простых чисел с большим количеством знаков. Примером таких чисел простых являются числа Мерсена и числа Вудова, которые в последующей формуле можно рассчитать. Так вот, оставляют огромное количество аппаратуры для того, чтобы просчитывать. Одно число может представлять собой вот целый такой Талмуд. И, например, последнее найденное простое число, один из которых, кстати, 383, это число из последовательности Мерсена, так вот, последнее число, которое было обнаружено, включает в себя 1 миллион 129,757 знаков. То есть, и, конечно, ученые хотят найти еще больше и больше. Целеполагание у этой задачи весьма сомнительное, но зато людям интересно, и они таким образом популяризируют математику, показывают, насколько можно быть увлеченным, в том числе и такой, казалось бы, сухой наукой. Но если мы говорим о наших детях, о том, как разнообразить их учебную деятельность, то можно начинать с каких-то более простых и визуально привлекательных для детей картинок. Например, мы можем предложить ребенку вот такую небольшую задачку. Казалось бы, ничего особенного. Дети должны упростить, решить пару выражений, но уже интересны. Или, например, когда мы говорим о дробях, можно показать ребенку, что такое одна вторая. Ну, это вот, например, стакан, который наполовину полон или наполовину пуст. И здесь же можно поговорить с детьми, какой они выберут. Вот, мой товарищ и коллега, какой вам больше всего нравится стакан из тех, что представлены? И будет интересно, вот посмотрите, самый серединок. Серединка, то есть вы сюрреалист, да? Ваш стакан, который вы возьмете в половину, его будет разделен именно таким образом. Здорово, и интересно узнать у ребенка, почему и какой именно он стакан наполовину полный, наполовину пустой себе выбрал и поговорить с ним. И вообще математика готова предложить детям проявлять свое творчество. И быть креативными, как уже коллеги говорили сегодня ранее, креативность очень ценна в наше время, когда человек может продуцировать идеи, когда человек может предлагать совершенно что-то качественно новое. Это такой навык, который можно тренировать. Знаете, известная, наверное, фраза о том, что успех состоит на 20% из таланта и на 80% из труда. Поэтому и креативность тоже можно прокачать и натренировать. И я предлагаю вам сейчас немножечко этим и заняться. Итак, предлагаю вам, раз мы математики, будем делать обратный отчет в сторону завершения нашей с вами сегодняшней беседы. Давайте попробуем придумать 10 новых профессий, которые будут заканчиваться на лог. Эндокринолог, психолог, хотя бы новый был. Политолог. Нутрициолог, политолог. Пайканахатолог. Еще раз. Пайканахатолог это очень ценный специалист. Я думаю, что скоро наши вузы начнут готовить таких, потому что это важно. Пайколог, да. Тот, который сначала наразил, замечательный. Раз уж мы говорили о том, что дети любят Тифкрида, Пифагора, они любят не меньше, как вы понимаете. Пифагор тоже много хорошего сделать для наших детей. на уроках математики. Итак, давайте мы попробуем немножечко посплетничать и придумаем 9 сплетен о Пифагоре из желтой газеты. А Пифагора вы штаны? Да, у Пифагора его обтягивающие штаны прекрасно. Пифагора вы штаны во все стороны равны. Тут они еще и обтягивают, нам подсказывают из первого ряда. Да, то есть какой фасончик штанов любит Пифагор? Пифагор мыслит квадратно. Пифагор мыслит квадратно, да, да, это замечательно, спасибо большое. Или 8 идей. Если толстой в толстовке, давайте придумаем кто-то другой в чем-то другом. Чехов в чем? В чешках. Чехов в чешке или Чехов в чехле прекрасно еще. Горькое в горьком. Горькое в горьком, интересно, да, замечательный. Блок заблокирован. Заблокирован блок, отлично. Тургений в Туре. Тургений в Туре и... Everybody, товарищи, все. Everybody, товарищи, прекрасно. Благодарю вас от души. Шесть причин инвестировать в космос. Мы знаем с вами, инвестировать в валюту, даже если хочется, нельзя инвестировать в недвижимость. Сложно. Транспорт, техника нет в космос. Космос пока еще больше. Дешево пока. Дешево пока, отличный аргумент. Еще, может быть, 10 причин. Там далеко не дешево, космос в принципе убыточек. Ну, это нехорошая речь, если мы хотим продвинуть эту область инвестиций. Мы будем черными маркетологами. Да, уже во все замечательно инвестировали. Селенная не бесконечна, поэтому надо успеть. Это прекрасно. Селенная не бесконечна, поэтому нужно, пока все места не заняты. Отлично, спасибо. И черная дорога. Трежда и черная дорога. Тоже так, спасибо большое. Что-нибудь из простенького? Пять реформованных строк на букву пять. Я уже поняла атмосферу. Здесь очень много у нас поэтов и творческих людей. Пять реформованных строк на букву пять. Пять и пять. Пять и пять. Опять проект опять. Тоже хорошо. Пять и пять, двадцать пять. Это очень. Ну что, опять. Пять и пять, двадцать пять. Да, хорошо. Тоже у нас развивается тема пяти, двадцать пять. Пять, баба, ягод, капец. Отлично. Спасибо. Четыре поступка, которые вы бы совершили, будь вы серотонином. У нас есть... Выделились. Вы бы выделились. Быть бы серотонином. Вы поливосадок. Никто бы не страдал депрессией. Никто бы не страдал депрессией. Это высокие цели. Я бы тоже... Вас назначила серотонином. Это хорошо. Я бы всех радовала, предлагаю. Если бы я была серотонином. Замечательно. Три плюса-минуса. Замыкание. Замыкание. Просто нарисовать. Три магнита. Три магнита. Вот предложили. Нарисовать проще. Что? Убирает лишнее. Убирает лишнее. Вот минус, да. Три стихии. Интересно, да. Здорово. Еще, может быть, кто-нибудь знает плюсы и минусы. Да, мне нравится плюс-минус. Если мы говорим о нежелательных килограммах, я бы с удовольствием бы нашла плюсы и минусов. Два. Осталось нам найти, если маяк для кораблей, то что для людей? Пристань для людей. Маяк для кораблей. Пристань для людей. Ориентир для людей. Цель для людей. Ориентир для людей. Мотивация. Мотивация, надежда для людей. Замечательно. Очень хорошо. Спасибо большое. И одна вещь дороже денег. Любовь. Жизнь дороже денег. Любовь. Любовь дороже денег. Истина. Истина дороже денег. Правда. Правда. Мы столько с вами нашли вещей, которые здоровье дороже денег. И да, действительно, намного всего больше в этой жизни что дороже денег ну и я бы хотела завершать свое выступление рассказать об известной американской психологии михайл чиксинг-михайл изучал такое понятие как поток я хочу поговорить в рамках трудовой деятельности что же такое поток поток это такое состояние когда мы с вами занимаемся каким-то делом и настолько поглощены только вовлечены в процесс что мы не замечаем как быстро летит время и что же нужно для того чтобы человек вошел в это состояние потока наверняка вы знаете если вы например у каждого свой может быть есть рот не самой любимой деятельности заполняется какие-то отчеты либо бумаги кажется что это непосильная работа которая высасывает только ресурсы не дает никакой эмоциональной отдачи так вот для того чтобы попасть в это состояние потока и и выполнять свою деятельность с огромной эффективностью и с радостью что немаловажно нужно для того чтобы поставленная перед вами задача соответствовала некоторым условиям она должна быть не слишком простая для вас но и при этом не слишком сложно чтобы вы не чувствовали себя беспомощным перед ней при этом ваши навыки должны соответствовать этому уровню задачи поскольку есть у нас навыков много сложной задачи недостаточно высоко на улицу если же наши навыки не соответствует поставлю задачи то нам страшно к ним приступать и вот именно состояние потока возникает в том случае когда перед нами стоит цель которая чуть-чуть для нас важно говорят процентов 15 в этой сложности должна быть и тогда мы судьбе ясно принимаемся за эту цель и ее воплощаем и я всем хочу пожелать чтобы наши с вами дети и чтобы дети из наших детей всегда находилась в потоке чтобы мы с вами чувствовали себя максимально энергичными максимально готовность совершать и я не так планировала завершать свое выступление но дело в том что такая здесь потрясающая поэтическая атмосфера представители совершенно разных областей радует нас своими стихами стихами своих любимых поэтов что у меня это тоже возникло желание и насколько я смогла скромные пары своих четверостиши которые мне у меня родились за время конкурса я бы хотела непредсказуемый и турбулентный ввязший в тревогах волнениях мольбах мир этот пестрый млекающий ленты несется и в детских глазах не так уж и много у вас остается твердых надежных и верных опор теплая встреча хороший товарищ да по душам разговор добрый учитель открытый и честный готовы быть рядом и показать как эту жизнь можно жить интересно и как человеком порядочным стать просто учитель друг а возможно детских мечтаний страж людей но если вдруг и ему будет сложно кто сердцем к сердцу с ним говорит конечно сообщества сестры и братья те чьих улыбок огня и запала всегда для поддержки друг друга хватало и разве посмела бы мыслить мечтать я что частью движения этого стала дружба любовь преданность делу готовность смотреть неизвестное смело столько умений талантов так круто столько добра что не сосчитать и даже в эпоху сомнений и смуты такое не ухнет такое никак никому не отнять